Все, что я сейчас говорил, про углы 90 градусов. И это, с одной стороны, это правильный, замечательный, а с другой стороны, есть ощущение не в тренингской ситуации. Почему это я взял и стал говорить только по 90 градусам? Давайте я резко изменю по формулированию. И мы сейчас решим такую задачу. Данным по-прежнему две точки А и В, нужно найти такие точки С, внимание, что угол А, С, В, ну, на самом деле тут вариант. Например, угол А, С, В пусть будет 80 градусов. Не 90, а 80. Другая задача. Представьте себе, что нас интересуют такие точки Д, что угол А, Д, В это 60 градусов. Еще вопрос. Представьте себе, что у меня угол должен быть 45. Оказывается, все эти четыре задачи исчерпываются одной великой теоремой, стихой великой. Называется теорема о вписанном угле. Дам ее доказательства. И после этого мы с вами посмотрим, как она применяется и нарисуем все эти четыре картинки. Так вот, теорема о вписанном угле. Это, на самом деле, намного интереснее, чем вот эти два определенных костей. Я рисую произвольную совершенно точную А, я рисую произвольную совершенно точку Ж на окружности. Центр окружности и вот так вот луч. Господа, вы сейчас должны доказать следующий факт. Угол А, Ж, В это половина угла А, О, В. Вот терминология. Угол А, О, В называют центральным. Угол А, Ж, В называют вписанным. Ну и теперь теорема о вписанном угле. Вписанный угол в два раза меньше соответствующего ему центрального угла. Во-первых, нужно понять, почему это так, чтобы доказать теорему. А во-вторых, нужно, используя эту теорему, нарисовать все четыре картинки. Подсказка, ничего, кроме свойства равнобедренного треугольника, знать не надо. Провести радиус О, В и сказать, что вот эти вот углы равны О, Ж, А и О, А, Ж. Два равнобедренных треугольника. Треугольник А, О, Ж и треугольник В, О, Ж. А неравнобедленные, потому что радиусы О, А, О, В, О, Ж. Радиусы равны просто по определению. А вот теперь мы применяем теорему, которая сегодня уже была. Называется теорема о внешнем угле треугольника. Вот этот угол А, О, но я не знаю, как здесь точку поставить, да? Угол А, О, К, внешний угол в треугольнике А, О, Ж. И поэтому, если здесь вот у нас какая-то величина А, то вот этот угол будет 2А. Точно так же угол К, В внешний для вот этого. Поэтому здесь будет треугольник, где сумма угла 180, поэтому угол Ж, О, В это 180 минус 2А. То есть здесь 2А. Здесь сумма 180, значит вот этот угол Ж, О, В это 180 минус 2А. И еще даже можно так объяснить. Смотрите, если через точку О провести параллельно прямой А, Ж и здесь провести параллельно прямой Ж, В. То в таком случае, смотрите, что будет. Так, это все понимают? Ну и значит угол А, О, В действительно в 2 раза больше. Потому что здесь одна другая, одна другая, две други, две други. А здесь была просто одна другая. Вот здесь вот А, Ф, А, Ф, Б, Т, Б, Т. А здесь вот. Я не доказал еще теорему описанному. Потому что я не рассмотрел важный случай. Случай, когда точка Ж расположена не здесь, а существенно ниже. Именно обратно с этой стороны. Когда точка О находится вне угла А, Ж, В. Давайте эту картинку я нарисую. И мы ее тоже сейчас разберем. И вот тогда уже мы сможем действительно пользоваться этой теоретой. То есть, вот такая история. Точка К расположена вне угла А, В. Смотрите, что тогда. Равноведанный треугольник тогда все равно существует. ЖО равно ОА. ОА все равно равно ОА. То есть, вот с этим все замечательно, да? Все правильно. И равно ОА. Ну, кстати, ОА мне не потребуется. Знаешь, как и там не потребуется. Потому что я так красоты не высомал. А вот что мне реально потребуется. Угол В на этой картинке. Вот, смотрите. Угол О, Ж, В это В. Это то же самое, что угол О, В, Ж. И здесь я обозначаю угол А. Угол Альфа это О, Ж, А. Потому что треугольник равноведленный. И он же угол О, А, Ж. Так, вот я очень хорошо аккуратно нарисовать облачку тяжа. Не поленитесь, пожалуйста. Применять ее уже легко. Для того, чтобы запомнить эту теоретику, вам придется решить минимум 100 штук задач. Замечательная вещь. Обычно школьник многократно ее решает, забывает, решает, забывает. И только когда количество решенных задач при помощи этой теории дойдет до... Только тогда наконец-то закончится. Я не понимаю, почему мне это так тоже не вспоминают. Но, тем не менее, это факт. А теперь внимание. Все ли понимают в таком случае, что такое угол, как его тут у нас называют, угол А, Ж, Б. Это наш письменный угол, который нам здесь. Смотрите. Угол Альфа – это весь. Это А, Ж, К. Да? Или А, Ж, О, то же самое. Это угол Альфа. А угол Бета – это Б, Ж. Так, значит, угол А, Ж, Б – это что? Вот у нас картинка такая. У нас есть угол Альфа, и есть вот такой вот угол Бета. А интересует нас такой угол? Это что такое? Альфа минус Бета. Это Альфа минус Бета. Это совершенно верно. Это Альфа минус Бета. А теперь смотрим на вот этот угол. На угол А, О, Б. А, Ж, Б – это Альфа минус Бета. А теперь, внимание, что такое А, О, Б. А, О, Б – это разность вот этого угла. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. И вот этого. Вот этот угол внешний, поэтому он равен 2 Альфа. Этот внешний для другого треугольника, он равен 2 Бета. Это 2 Альфа минус 2 Бета. Или же такое отличие в два разных. Теперь пудро и весело рисуем ответы ко всем заданиям. Что такое угол А, С, Б – 80? А, С, Б – вписанный. Значит, центральный будет сколько? 160. 160. Господа, понимаете ли вы, что 160 градусов – это почти 180, правильно? Да. Значит, надо взять точку, чтобы здесь было 160 градусов. Соответственно, здесь будет 10 градусов. Здесь будет 10 градусов. И внизу точку. И нарисовать следующее. То есть, чтобы было 80 градусов, надо нарисовать вот такую вот дуку. И здесь нарисовать вот такую вот дуку. Хорошо? Так, теперь что такое? А, Д, В 60. Где угол 60 градусов? Это очень просто. Это надо нарисовать в одностороннем треугольнике. И здесь сверху надо нарисовать в одностороннем треугольнике. А вот теперь нужна описанная окружность. Вот эти точки, это и есть там, где 60 градусов. Отлично, иду сюда. А что значит 45 градусов? А помните, я вам обещал, что про 45 я вам скажу? Помните? Да. Почему описано это? Это же центр у нас. Сверху. А, три больших. Нет, центр вот здесь. Центр вот здесь. Центр будет 120. Вот здесь, в центре, тут 120. А вписанные углы 10. И когда вы будете двигаться по вот этой вот дуге, то у вас будет 60. Прелесть состоит в том, что при постоянном углу соответствует дуге. А что значит 45? Головина от 90. Ребята, я должен нарисовать сюда квадрат, должен нарисовать сюда такой же квадрат. И вот это и будет 45 градусов. Согласны? Да. И это будет 45. А множество точек, этих самых точек Е, это будет 3 четверти вот этой окружности и 3 четверти вот этой окружности. Между прочим, чтобы эту картину как-то назвать, обычно применяют очень простые слова. Уши-чебурашки. Это почти те. Это почти те, на самом деле. Советую напомнить. А как ты еще назовешь? Уши-чебурашки. Ну, это уже кто-то кого больше любит. Не знаю, я бы если чебурашку смотрю, мне понравилось. Что такое 30? 30 – это половина от 60. Ребята, опять нужно нарисовать правильные треугольники. Но на этот раз надо не описывать окружность вокруг треугольника, а надо рассмотреть вот такую вот. Понимаете, да? Окружность с этим центром, вот таким ракурсом. Вот они какие чебурашки. Огромные. Да. Ребята, идея простая. Когда у вас есть отрезок, вы проводите всевозможные дуги. Когда стала полуокружность – это 90 градусов. Потом пошли острые углы. И чем дальше, тем угол меньше, меньше и меньше. Вся плоскость, ну, естественно, кроме вот этой результаты, она двой градусов, да? А вот все остальное состоит из таких вот… И там все время постоянно один и тот же угол. Чтобы по-настоящему это выучить, надо решить еще там сотню или две сотни задач. У большинства из вас это в жизни произойдет. На самом деле, даже в обязательной школе программах уходит все, что я сегодня рассказывал, да? Так что не думайте, что это что-то такое сверхъестественное. Но чем раньше вы это узнаете, тем большее количество геометрических задач вы сможете решать. Потому что, повторяю, многие геометрические задачи без вот этого представления об окружности в принципе не решаются. Продолжение следует... Продолжение следует...